Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 12 апреля и наконец-то свершилось первый раз я на ночь оставила свою рассаду в холодной неотапливаемой теплице. Ну конечно оставила не всю, только те сорта, про которые я вам говорила, что они холодостойкие, что они выдерживают понижение температуры, а именно это сибирские сорта. Сейчас я вам назову их, но перед этим я сейчас спущусь, покажу вам. Видите, как сейчас темно, так, не думайте, что это вечер, сейчас 12 часов дня, просто у нас такая пасмурная погода, сегодня передали снег с дождем, в теплице нет совершенно солнышка и температура... Сейчас я сделаю, чтобы вам видно было. 12 градусов у меня здесь. 12 градусов. Вот мне я вышла в футболки, мне холодно, я уже попрыжками покрылась. Но для томатов это нормальная температура, но не сказать, что сильно комфортная, но они могут и до 7, и до 8, до 7 градусов, еще может она опуститься, ниже уже нет. На тот случай, если температура поднимется совсем, ой, опустится совсем низко, конечно, у меня есть, вот видите, стоит тепловая пушка фирмы Балу, в крайнем случае можно. И есть независимый от электричества обогреватель, тоже фирма Балу, но газовый вот такой. Его мы применяем очень редко, только тогда, когда нет электричества. Я с газом боюсь обращаться, мне проще включить немножко вот ту тепловую пушку. Почему я стала оставлять, не дожидаясь вот совсем теплой температуры? Ну, естественно, потому что дома рассада, которая для теплицы очень разрослась нынче, поздно. В это время мы уже в том году, я копала грядки, высаживала в тоннели, и стеллажи дома у нас освобождались, уже были высажены в теплицу рассада, а сейчас все это стоит дома. Представьте, какие джунгли. Они уже все разрослись во все стороны и вверх, и в ширину. И вот эти, которые вновь посеянные, сибирские сорта, они у меня просто-напросто уже там не влазят. Ну, конечно, если будет заморозок, например, за бортом минус 5 или минус 7, то я занесу их домой. А вообще я считаю так. На 5 градусов поликарбонатовые вот эти стены удерживают мороз. Так что, если, например, у меня 5 градусов на улице, то 10 градусов вот здесь потеплее, чем на улице. Но если там будет 0, то здесь будет всего 5 градусов. Это уже критическое. Меньше 5 градусов. Я стараюсь томаты все-таки не держать в холодной теплице. Почему? Они выжить выживут. Но так как грунт вот в лотках, он будет сильно холодный, у них может заболеть корневая система. Влажно, холодно, и там начнутся корневые гнили. Я не хочу рисковать, потому что, видите, они какие дружные, хорошенькие, такие крепыши. Но все-таки даже сибирские сорта между собой различаются. Я вам сейчас вот покажу. Вот тройка, посеянная недавно. Вы видите фиолетовый оттенок стебельков? Это значит, что ей холодно. А такие, как демидов, вот два демидова стоят. Видите? У них даже нет фиолетового оттенка у стеблей. Вот демидов, и сейчас покажу Настю. И вот она, Настя. Вот они стоят при плюс 12, ночью было тут еще холоднее. Но у них даже не появился фиолетовый оттенок стебля. Это значит, что для них эта температура нормальная. Они даже не сигнализируют мне, что они замерзли. Но это естественно, хочу сказать тем, что тем людям, у которых единственный там лоток или два, то такие эксперименты лучше не проводить. Я всегда вам говорю, что я сею всегда с запасом двойную норму. Если у меня первая партия, например, при высадке грунт или еще куда-то замерзнет, у меня всегда на готове стоит точно такое же количество. Поэтому, если вот с этими лотками, с моими, что-то случится, вот с первооткрывателями, я всегда их с легкостью заменю на другие. Я и сейчас сею, сижу с утра до вечера, еще сею, сею скороспелые, ранние сорта. И в запасе у меня всегда есть. Так что я хочу предостеречь тех, у кого в единственном экземпляре и рассады очень мало, конечно, в ранние сроки, вот при таких температурах, рисковать не нужно. Вдруг они у вас переохладятся, а вы не сможете потом их вылечить и восстановить. И вы будете на меня обижаться, что я вот посоветовала, что им здесь хорошо при такой температуре. Кстати, у меня девушка одна спрашивала, что выносят на балкон, там 10 градусов, можно ли оставлять. 10 градусов томаты переживают нормально. Хоть они произошли в теплых странах, их привезли откуда-то из жарких стран, но они уже приспособились, если вот те, которые я себе выращиваю, они и 10, и 8, и 7, когда высаживаю в теплицу, например, или в тоннелях, для них это без ущерба для здоровья проходит. Они потом дают хороший урожай, у них все нормально. Но ниже 5 градусов я все-таки советую куда-то их или укрывать, или подогревать. Вот, сейчас сорта назову, которые здесь у меня остались. Конечно, в первую очередь я выбрасываю всех сибиряков сюда. Настя, Настя, Сибирская тройка, Демидов, Демидов, тройка. И там еще один любимый праздник в конце, я туда не пойду, потому что я на кастрюльке стою. И вот тут еще может быть и петруша, просто у меня место на стеллаже есть, петруша там остался. И все-все, которые сибирские, льдинка, ринет, дамские пальчики. Но, опять же вам говорю, что выбирайте, если у вас, например, нет места дома, и вы хотите в теплице поместить, выбирайте те, которые вот по такому типу, как Демидов и Настенька, у которых толстые стволы, у которых мясистые листья, и которые переносят вот это кратковременное понижение температур без труда, без ущерба для здоровья. Вот бычье сердце у меня вчера здесь стояло, я его сразу занесла, как только солнце ушло. Оно очень нежное, у него тоненький вот этот стебелек, и если охладиться, может и стебелек поникнуть, и корешок может заболеть. Вот хотя бычье сердце у нас выращивается испокон веков в Сибири, но почему-то перепад температур, понижение, оно переносит очень-очень чувствительно. Потом вот такой хиленький делается, лучше такими сортами не рисковать. Не надо оставлять в холодных теплицах сорта, у которых на пачках написано, что предназначен для выращивания в теплицах, а не в открытом грунте. Это значит, что они очень теплолюбивые, нельзя оставлять на холоде сорта, которые выведены для южных регионов, которые для Сибири, для Дальнего Востока, для других прохладных регионов не подходят. Они тоже очень нежные, вы можете их погубить. Вот мои сибиряки стоят сейчас 12 градусов. Ночью, если будет опускаться температура, потому что передали снег с дождем, возможно, будет прохладнее, то я включу или тепловую пушку, или немножко подогрею вот это помещение газом. Будем вот так пока выходить из положения, потому что я говорю, что в прошлом году все мы уже стояли в теплицах на солнце, ходили в огороде раздетые, уже делали тоннели. 15 апреля я высадила в открытый грунт в прошлом году вот этих вот малышей. Нынче все по-другому. Но будем зато надеяться, что сейчас она сдерживается, сдерживается весна, а потом резко раз и сразу наступит лето. Мы все выбежим на улицу, высадим все это и будем собирать плоды. Уже прям буквально через две недели. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор тех сортов рассады, которые выдерживают кратковременное понижение температуры, хорошо переносят низкие температуры, которые можно сейчас держать в холодных теплицах, но все-таки в случае заморозков занесите домой. Вот у меня даже если нет на стеллаже места, мы просто оставляем на полу на ночь, а утром опять их сюда выбрасываем. Все. Желаю вам успехов в этом нынче непростом году. Ну, как я вспомню, оглянувшись назад, простых годов, наверное, у нас не бывает. В том году весна была тоже сложная. А нынче вот идет по другому сценарию, но тоже не очень просто. Все. До свидания. Всем хороших урожаев.